Праздник, который знаменует собой начало лета, собрал в городском Скорятинском саду всех желающих порадоваться прекрасному солнечному дню, посмотреть специально подготовленную концертную программу и повеселиться вместе с артистами. Этот праздник получил название Дня защиты детей. И несмотря на, казалось бы, мирную жизнь, маленькое поколение все же необходимо защищать. От нашей жестокости, от бессердечия, самое прекрасное чувство, это, наверное, родительское чувство. И хочу, чтобы вы на протяжении всей жизни это чувство сохраняли. Детям хочу пожелать, чтобы они за летнее время зарядились сил, набрались сил, зарядились энергией. Пусть по нашим Чистопольским улицам слышен их веселый и беззаботный смех. С большим интересом и вниманием зрители следили за всем происходящим на сцене и щедро награждали юных артистов горячими аплодисментами. Впрочем, было за что, ведь все исполняемые танцы и песни прошли проверку временем, и маленькие танцоры и певцы, как говорится, уже отточили свое мастерство на публике. И теперь не просто старательно показывали концертный номер, но и сами получали неподдельное удовольствие от собственного выступления на сцене. Так что настроение у всех было по-настоящему праздничное и веселое. Помимо юных исполнителей песен и танцев, зрители радостно приветствовали появлявшихся на сцене героев известного и любимого мультфильма про приключения забавного и доброго лунтика. Организаторы тренировочного процесса Ледового дворца именно в этот день решили отметить наградами своих самых достойных воспитанников – юных хоккеистов и фигуристов, которые не раз в течение этого учебного года становились победителями самых разных соревнований и турниров. Пока одни ребята со своими родителями внимательно следили за ходом концерта, другие с большим интересом и азартом развлекались на аттракционах. Благо, их в Скорятинском саду много, и каждый рассчитан на определенный детский возраст. К давно привычным каруселям и качелям добавились батут, сухой бассейн и другие развлечения. И если одни ребята в командном споре весело перетягивали канат, то других тянули современные трансформеры. Художественная школа приложила свою умелую руку к разукрашиванию гостей праздника, а сами гости – к традиционным рисункам на асфальте. Похоже, что все, кто побывал на детском празднике в Скорятинском, нисколько не пожалели об этом, и концерт, подготовленный в основном педагогами детских садов, понравился абсолютно всем, за что и воспитателям, и их воспитанникам большое спасибо.